С каждым днём становится всё дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной войны. Эхо войны, подвиги героев-фронтовиков продолжают жить в памяти народа, в произведениях искусства и, конечно же, в книгах, которые выступают хранителями памяти поколений. Исокогорская детская библиотека номер 13 предлагает вашему вниманию обзор художественной литературы о войне. Эти книги о подвигах наших дедов и прадедов, о смерти, любви и надежде, о горе и радости, о желании жить и самопожертвовании ради других. Словом о том, какой была эта война и чем пришлось за неё заплатить. Память о той страшной войне должна сохраниться, передаваясь от поколения к поколению. Чтение книг помогает не прерваться живой нити, которая объединяет прошлое и будущее. Повесть Бориса Васильева рассказывает о судьбах пяти самоотверженных девушек-зенитчиц и их командира во время Великой Отечественной войны. В прифронтовой полосе группа девушек вынуждена вступать в неравный бой с вражескими десантниками. Рита строгая и упорная, верит, что добро побеждает зло. Женя, признанная красавица, задорная, весёлая и улыбчивая. Галя, выдумщица и фантазёрка, мечтает стать актрисой. Соня, рассеянная и вдумчивая, обожает театр и любит читать. Лиза домовитая, спокойная и собранная. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле. Но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполняли свой воинский долг. Это не просто история одного солдата, а произведение, которое и сегодня находит отклик в сердцах читателей. В жизнь Андрея Соколова ворвалась война. Она оторвала его от родного дома, от семьи, от всего, что было знакомым и родным, и обрушила то многое зло, которое мы победили ценой громадных жертв и личных утрат, трагических потрясений и лишений. Вернувшись с войны победителем, Андрей Соколов потерял все – семью, любовь, счастье. Оставшись один на белом свете, он всю сохранившуюся в сердце теплоту отдал сиротке Ванюше, заменив ему отца. Действие романа происходит на Сталинградском фронте, там, где принял свой первый бой и сам Юрий Бундарев. Под Сталинградом насмерть встала артиллерийская батарея, преграждая путь танковым дивизиям генерала Манштейна. От итога операции зависит успех Сталинградской битвы и, может быть, даже исход войны. Морозные стылы и зори, круговорот крови и ужаса, стремление выжить, невозможность отступить. И среди всего этого теплиться в душах героев – простое желание любить и быть любимыми, которые сильнее страха смерти и приближающихся немецких танков. Книга известного писателя Бориса Николаевича Полевого рассказывает о советском летчике Алексеем Мересьевым, который был сбит в бою Великой Отечественной войны, тяжело ранен, но силой воли возвратился в ряды действующих летчиков. В произведении «Через необыкновенную судьбу военного летчика» показана сила того самого непонятного для европейцев русского духа, что на протяжении веков не позволило никому покорить великую страну и вновь отстоял ее независимость в самый страшный и беспощадный из войн в истории. Есть книги, которые, прочитав один раз, невозможно забыть всю жизнь. К ним возвращаешься каждый раз, когда очень трудно, и они дают надежду и силы жить, преодолевать невзгоды и смотреть вперед. «Матерь человеческая» – именно такая книга. Война определила судьбу писателя. Дороги военного корреспондента оказались очень длинными – от Дона до штурма Берлина. В его памяти застыло слишком много картин из панорамы жизни и смерти. В основе повести «Матерь человеческая» лежит рассказ о судьбе реальной русской женщины. Роман, вошедший в Золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне, рассказывает о людях и событиях самого начала Великой Отечественной войны – защитниках Брестской крепости. Главный герой – лейтенант Николай Плужников, последний защитник легендарной Брестской крепости. Но не только о сопротивлении фашистам рассказывает книга. Перед нами история о преданности, любви и смерти. И, конечно, о настоящем подвиге. Валентин Катаев – известный писатель, драматург, поэт. Повесть «Сын полка», которую он написал в 1944 году и по сей день является одной из любимых книг о войне. Это яркий, правдивый рассказ о непростой судьбе 12-летнего мальчика Вани Солнцева, потерявшего во время войны родных дом, свое детство. Волею случая Ваня оказался в артиллерийском полку, который и стал его новой семьей. Этот бесстрашный паренек наравне со взрослыми солдатами защищал свою родину, свою землю от фашистских захватчиков, героически преодолевая все тяготы той страшной бесчеловечной войны. На свете есть добрые и отзывчивые люди, несмотря на то, как много в мире есть зла. Они будут готовы прийти на помощь. Они любят всех и все. Жаль, не всегда окружающие способны это ценить. О таких людях пишет Любовь Воронкова в своих рассказах. В рассказе «Девочка из города» идет речь о маленькой девочке Валентинке, которая пережила трагедию. Ее отец погиб на войне, а мать и брат умерли прямо на ее глазах, когда взорвалась бомба. Она осталась совсем одна. Сложно представить, что происходило в этот момент в душе ребенка. Она была вынуждена бежать из родного города с чужими людьми. Хорошо, что нашлась женщина, готовая приютить малышку и воспитать как родную дочь. Вот только не все относятся к Валентинке хорошо, ведь она совершенно не приспособлена к деревенской жизни, и ей очень тяжело привыкнуть к новой семье. Эта книга посвящена тем ребятам, которые из-за подвига, совершенные в годы Великой Отечественной войны, удостоены самой высокой награды Родины – звания Героя Советского Союза. В те дни рано взрослели мальчишки и девчонки. Они не играли в войну, они жили по ее суровым законам. Величайшая любовь к своему народу и величайшая ненависть к врагу позвали пионеров огненных сороковых годов на защиту Родины. Дорога жизни – это документальная книга о блокаде. В ней рассказывается о простых людях, которые работали на дороге жизни – детях, женщинах, мужчинах, стариках. О грузовиках, кораблях, об озере, зиме, обжигающем ветре, о снежных домах на льду. В книге нет ни одного придуманного персонажа или сюжета. Все сказанное – абсолютная правда. Субтитры создавал DimaTorzok